Доброго здоровья вам, друзья! Что такое приют? Это непрерывные сюрпризы, проблемы, слёзы, боль, отчаяние, смех, радость, когда животное находит дом. И это настолько закручено, настолько всё перемешано, что иногда даже ловишь себя на том, что, господи, я ведь только что кофе попила, а уже час ночи, уже пора спать. Ребята, день настолько быстро пролетает, настолько всё кипит и настолько заморачиваешься, что реально не успеваешь даже отвечать. Вот этот ролик — это опять кошки, несчастный кот, который попал в капкан или не знаю, что с ним случилось. Но лапа медленно усыхала, и пол лапы у него мёртвой. Он опирается на эту лапу, как на костыль. А вы представляете, какую боль он перенёс? Даже представить трудно, правда? И страшно. А ещё представьте себе любую мать на месте вот этой кошки. Её пожалели наши дети. Ещё не озлобленные, ещё верящие во что-то доброе, хорошее. Они пожалели её и разместили её в подъезде. А потом, представляете, пошли к своему другу домой и в интернете начали искать телефон, куда позвонить, чтобы в приют определить кошечку в подъезде. И дозвонились нам. Я ответила, хорошо, ребята, возьмём. Дети вернулись в подъезд, но там уже не было кошки. А я позвонила знакомой, чтобы она поехала и проверила. Моя знакомая поехала, Светлана. Нашла этих деток, встретилась с ними, и они начали облазивать все эти подвалы, помойки. И нашли. По крику нашли. Кошка кричала, а рядом, завязанные в пакете, кричали котята, полузадохнувшиеся. Когда дети нашли кошку с котятами, котят было пять. Когда развязали пакет, котят было четыре. Куда исчез один котёнок, никто не знает. Его искали, но не нашли. И одна смерть, она на совести того, кто сложил котят в пакет, туго завязал и выбросил на мусорку, вышвырнув кошку из подъезда. Это новая история лохматой души. Я бы рада вам рассказать что-то хорошее, но я всё время хочу спросить, ребят, ну почему мы миримся с этим что ли? А ещё очень хочется, чтобы друзья оставались с приютом настоящие. Чтобы не бросали нас, чтобы в жизни не происходило. Как много, ребят. Ой, мы продали дом, собаку бросаем, её некуда взять. Ой, мы переезжаем с квартиры, кошечку некуда взять. А своих детей, ребята, вы тоже так же будете в приют, в детдом сдавать. Любое животное, которое вы приучили, которому вы однажды дали кровь, он становится членом семьи. По крайней мере, так должен рассуждать нормальный обыватель этого мира. Знаете, в приюте очень много проблем. Для того, чтобы он функционировал нормально, мне бы хоть немного помочь, ребят. Хотя бы снять проблему каждодневную. Это отчаяние по корму. И отчаяние, как оплатить операции. Приют огромен. Мы много пристраиваем, вы видите наши ролики. Приветы из дома. Скоро опять выпущу несколько роликов. Мне есть с чем с вами поделиться радостью. Но время сейчас тяжелое. И приюты забрасывают вот этой болью. Я не знаю, может быть, другие могут как-то скрываться, не отвечать, отказывать. Ребята, у меня плохо это получается. Я мало отказываю. Я готова взять всех, если бы мне помогали. Но помогает очень малая часть наших подписчиков. А в последнее время это вообще что-то страшное стало. Нам не хватает ни на корм, ни на вывоз мусора, ни на стройку, ребят. А природа словно в наказание еще бьет и бьет. То потопы, то снег с градом, то вихри. У нас нет ни стройматериалов, ребят, чтобы как-то защититься. У нас с натяжкой еле-еле хватает корма. У нас нет сейчас денег на прививки для малышей. У нас нечем заплатить за свет. Все упирается в финансы. Не знаю, мои хорошие. Я... Я вновь призываю вас не сдаваться. Не сдаваться, ребят. Я обращаюсь ко всем, кто заглядывает на нашу страничку. Ведь зачем-то вы к нам зашли. Значит, вы неравнодушны. И пусть даже один раз. Но поделитесь с нами. Немножечко. Переведите нам сто рублей, пожалуйста. Ваши сто рублей — это чья-то спасенная жизнь. Это правда, друзья. Я прошу вас. Услышьте нас. Отзовитесь. Я правда не знаю, какие слова находить. Приезжайте в гости, а? Ребят, приезжайте в гости, чтобы вы увидели все это своими словами. Написали потом, когда побываете у нас. Что вы там были у нас. Что вы это все видели. Чтобы вы увидели все это своими глазами. Я прошу вас, приезжайте. Нам не выжить без вас, без вашей помощи. Не выжить, ребят. Понимаете, вам легче. Вы посмотрели ролик, и у вас есть выбор. Остаться с нами или уйти. А у приюта выбора нет. Он здесь. И он никуда не может сдвинуться. И я не могу бросить, ребят. Не могу сказать, ай, я устала. А мне надоело. Ой, ребята, я больше не могу. Я ведь и правда не могу больше. И я жутко устала. Но и бросить их ведь нельзя. Кто, если не мы, ребят? Я вот... Я просто пытаюсь с вами разговаривать сейчас. Я пытаюсь привлечь вас, встряхнуть. Хотя я знаю, что вы отдаете все самое последнее. Я это знаю, ребят. И мое обращение не к тем, кто с нами все эти годы. Кто делится последним. Мое обращение к новым, к людям, которые зашли к нам на страничку. Пожалуйста, найдите в своем сердце доброту. Помогите приюту. Прошу вас, люди. Я призываю на помощь приюту новых друзей. Приезжайте в гости. И прошу вас, поделитесь вашими 100 рублями. Подумайте просто о том, когда вы садитесь кушать, что... Если вы перевели 100 рублей, значит, сегодня какой-то зверь тоже сытый. Прошу вас, люди. Давайте помнить о человечности, о милосердии. Давайте помнить о том, что мы настоящие люди. Есть же у нас что-то хорошее, доброе, правда? Какие бы проблемы нас не окружали, ребят. Перевезти с любого телефона 100 рублей на приют. Наверное, в наше время это подвиг. Я прошу вас, мои хорошие. Я прошу вас. Да,ible miscon покидаем мощь. Могу на Erica! Кто哦! Я плюну. Пол verge километр головой. Звучкая головой отзывную pacот, ástく gross asseps紅? отст 20 м ю, нужноtest interrupt. Субтитры подогнал «Симон»